Ломоносов Ломоносов так писал в оведении о российском языке. В нем великолепие ишпанского, оживость французского, крепость немецкого, внешность итальянского, сверх того богатства и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Надписи в ДК грамотные. Там есть детская библиотека и буквари. Высокий штиль – это торжественный, величавый, его жанр – это ода, героические поэмы, трагедии, ораторская речь. Средний штиль – это элегии, драмы, сатиры, эклоги, дружеские сочинения. Ну и низкий штиль – это комедии, письма, песни и басни. Можно рассмотреть это на примере кружков ДК. Совершенно очевидно, что бальные танцы – это высокий штиль. Спортивный клуб – это средний штиль, потому что это упражняющий танец. Ну и брейк-данс, соответственно, это низкий штиль, потому что это современная и повседневная культура. Силоботоника – это способ организации стихотворения, в котором ударные и безударные слоги чередуются в определенном порядке, неизменном для всех строк стихотворения. Например, это можно посмотреть в объявлениях ДК. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Или другой вариант. Тоже из рекламы ДК можно сочинить новый стихотворный размер. Например, «5-13А, куртки, пальто, раздаем з». Ломоносов утвердил такие термины, как «атмосфера», «чернозем», «горный хребет», «земная ось», «удельный вес», «клин», «клубное формирование», «образцовый коллектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова